Добрый день, во славу Божию. Во славу Божию, во веки веков, аминь. Меня Никита зовут, я с Подмосковья. Знаю. У нас записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Что нет? Скажите, не против. Нет, не против. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Вы когда в отъезде были, я вам не мог же позвонить. Да. Посоветоваться. В это время произошло одно событие. Вот, я шел с работы и увидел, как маленький голубь упал, я не знаю, из гнезда или откуда. Я его, в общем, в квартиру забрал. Вот, и он у меня уже где-то месяц больше. Вот, и до сих пор никак клевать не может пшеницу. Я ему из шприца даю, как бы, уже и хвост вырос, и летает. А клевать не клюет. А где он у вас? Ну, он у меня в подъезде, в клетке. В подъезде, в клетке. Ну, а если отпустить его, он сам не улетит никуда? Не, ну, он улетит, улететь-то улетит. Но жалко, как бы, он уже больше месяца привык. Ну, тогда держите, любите его. Да, тогда придется и шприца его кормить все время. Не надо никаких шприцов, не надо, это еще не даст. Вот, когда уже крылья переоперились у него, он должен сам есть. То есть, если он не ест, а вы его отпускаете, лучше всего отпустить его. Природа заставит его. Или он погибнет. У меня были такие случаи, все погибли такие. Они не жильцы. Я держал коршуненка, но коршуненок вырос. Я его теперь учу, как искать то, что движется. И он в траве, там я привязываю какую-то крысиную голову, тащу, а он кидается. Я его отпускаю, чтобы он в природе был приготовлен. Ну да. Ну, понятно. То есть, ладно, буду его любить, так вот, пока живет, буду кормить. Да. Ну, не шприца, если он не клюет, то ничего уже не будет. Ну, он, как я ему руку так подставляю, он клюв засовывает между пальцами и открывает. И открывает, и открывает. Я ему раз туда шприцел. Ну, это маленький когда был, но теперь надо, чтобы он сам ел. Ну, а как его приучить? Никак. Вы просто рассыпаете, где там пшеница или что у вас есть. И пить, где есть. И среди пшеницы, вот так вот рукой, как клювом долбите, чтобы показываете ему. Ага. Понял. Стучите, и он будет брать сам. То есть, он сменял... Вопрос снятый о голубе. Дальше что? Ну, дальше я вообще адвентист седьмого дня. Но я разочаровался в этой церкви, потому что они... Я узнал, что они как бы это... Деньги, которые мы дистину уделяем, они тратят на биржи, там играют, на оружие, там... Какое оружие? Ну, вкладывают в производство оружие, что-то вот такое вот. Не знаю. В общем, я разочаровался, как бы... Сейчас вот просто как сам по себе такой какой-то... Как? Сам по себе? И в церковь не ходишь? Нет. Ну, наверное, другого-то и ждать не надо было. Это суемудрие. Я разочаровался. Во всём разочаровался. Ну, ничего. То есть... Раз избрал другую, значит, этот путь твой покажет тебе, что ты избрал. Сект разных много. Куда-то подашься в другое место, на другую жатву. Не, ну к мусульманам точно не пойду. Ну, не пойдешь, и сколько делу. Раз ты разочаровался, ты ничего там и не делал. Тебе бросать не жалко, у тебя там ничего нету, ничего не построено. А если бы ты молился за всех, и видя, что не так делаешь, скорбел и плакал, ты бы больше прикипал к церкви. А так, чуть-чуть, а я и пошёл туда. Ну, ещё таких людей, как вы, миллионы. И куда они пошли? С чем закончили? Сатана это жалко. Ты маленько только засомневайся. Вот есть такой ролик, посмотрите, я его посылал. Называется «Интервью с дьяволом». Угу, я видел. Ага. И вы видели такое? Да. Ну, и он прямо говорит, немного человек там сомневается, чуть-чуть не так. Это уже мой человек. Это действительно так. Богу нужно сердце. Всем умом. Сто процентов. Всей душой. Сто процентов. Всем разумением. Сто процентов. И 99 бог не приемлет. Это ему не надо. А бы я разочаровался. Ком разочаровался? Если ты в сердце так-то... Люди. Другой нет невесты. Она одна. У Христа церковь невеста. Вне церкви нет спасения. А тут Сатана найдет вас, куда-то подсунет. Все равно ты будешь думать, что что-то имеешь. И тогда вспомните свое легкомысленное отношение к жизни. Бог просто не потерпел и отбросил, как мусор какой. А вы думаете, я что-то узнал. И дальше. Ничего не узнал. Просто Бог отодвинул тебя. Ты не гожий. Иди своей дорогой. Ты не прописан на небе. Тебе участи нет в Царстве Небесном. А ты, если так до зарезу Христа уцепился, волоком буду, не отпущу, Господи, не отвергай меня. А как было у Нипона-то? Он вел себя вот так же. Ходил еще, играл там какие-то, деньги, может быть, было. Однажды вернулся, а товарищ ему говорит. Нипон, а лицо-то у тебя какое черное. Он как глянул, так ужаснулся. Страшное. И он заплакал. И Бог отнял веру. Разочаровался. У него ничего нет. Но он каждый день молился, плакал, посты исполнял. Два года прошло и проснулся. Бог вернул веру ему. И стал канонизированным. Бог вернул веру. Это испытание, искушение. Бог допускает. Вот так, дорогой Никита. Но я разочаровался не в Боге, а в людях. Нет, в Боге, в людях. Ты в себе разочаруйся, что как ты шел, так жить нельзя. Быть над рыжным таким, на споем настаивать, думать где-то, смеяться. Не пойдет это. Ты в себе разочаруйся в том. И попроси у Бога рождения свыше. И водительство духом святым. В этой церкви Серафим Саровский был. Ты что, умнее его? Православие Златоуст, 2000 лет. Куда ты пойдешь-то? Господь скажет тебе, безумный, в эту ночь душу возьмут у тебя. И твое суемудрие куда пойдет? Возьми книга такая есть, называется Илариона Троицкого. Вне церкви нет спасения. Вне церкви нет. Все эти разные измышления, организации, религиозные, они не приведут к Богу. Деяние апостола, 2 глава, 47 стих. Прямо говорит, ежедневно Господь прилагал, прилагал спасаемых в церкви. Не от церкви. А там что были люди? Да разные люди были. И волки лютые. К вам идут лютые волки, не щадящие от стада. Деяние 20 глава, 29 стих. И однако, златоустца свергли, его веревкой за шею потащили где-то, а он не сказал, в церковь не пойду. И в ссылке отмученный, патриарх константинопольский. И он держался в церкви. А я разочаровался. Не, ну, значит у него основания были какие-то? На что основания? Чтобы держаться в церкви, а у меня уже их нет. Основание одно, любовь к Богу. Бог создал церковь. Он не сказал, много церкви, а ты пойди в другую, баптистам, конвентистам. Сатана тебе все равно куда-то наклюкает. Бороду-то подстригал? Бороду? Да. Подстригал, ровнял? Ровнял. Ну вот у тебя заодно, сейчас начни тебя разбирать. У тебя там куча найдется того, что ты противился Богу. А противник по-еврейски, а сатан, сатана. Человек превращается в сатану. И когда человек стал заботиться не о Боге, а о человечестве, Господь говорит, отодеть меня, сатана. Сказал не кому-то, а Петру, апостолу. А мы-то кто такие? Так что не дури. И не твоего ума, если ты дал десятину, и не смотри, где она будет. Ты отдал, Бог ее принял. А он ответит за то, что не так. Гляди, богатый, десятина-то разбогатели от тебя. Против вас кто воюет? Против меня почти 200 роликов в интернете стоит. Как они меня поносят каждый день? Это награда. Радуйтесь и веселитесь, когда будут поносить вас. Велика ваша награда на небесах. Погнали пророков, бывших, прежде вас. Черт, так легкомысленный такой. Против меня весь город воюет уже. Ну да какое тебе до этого дело? Ты благодари Бога. Любите врагов ваших. Написано, любите врагов ваших. А вы даже еще не знаете, враг или нет. А он меня там обозвал как. Радуйся, тебя обличили. А если ошиблись, поцелуй его за намерение исправить тебя. Надо выпросить у Бога эту любовь. Я вот только сейчас молился, вот сейчас только, об одном человеке, который меня оклеветал ужасно как. Я чувствую, у меня любовь охлаждается к нему. Мне неприятно, как он говорит. Гляжу на него сейчас ролик стоит. Он кривляка. Господи, прости меня. Это я грешный. Помилуй его, благослови его. Не наказывай его. Может, я ему соблазн подал какой-то. Ну, в данном случае это не было. Просто, что и мы не московская патриархия, как зарубежная церковь. И он на это нападает. Но я думаю, быть с тобой в одном месте, я не имею даже права. Он клеветник ужасный, ужасный. Сколько их людей соблазнил. И все равно я должен любить его. Любить в том смысле, чтобы не выказывать ненависть, а заботиться о его спасении. А не то, что я его обнимать, целовать буду. Я к нему боюсь даже прикоснуться. Настолько он отвратный. Он как шаман какой-то. Шаманские песни поет там и ходит. Это человек. А что у меня общего с ним? Золотой говорит, все общее. Земля общая, воздух, солнце, все общее. Вот бороду подстригаешь. Зачем ты ее подстригаешь? Что усы подстригаешь? Какая тебе нужда в этом? Вот я 57 лет, я ни одной волосинки не тронул. Почему? А мой Бог, Творец, Он меня любит, таким создал. Я видел людей, которые намного красивее меня. И видел таких, которые безобразнее меня. Ну как же мы, Игнат Тихонович, ногти-то подстригаем же. Ну ногти подстригай. Ты же не на Блаходоносор, а в четвереньках. Ну немножко подравнивать есть. Написано, не порти края бороды твоей-то. Бог говорит, Дух Святой. Что ты дуришь-то, Никита? Прямо писано, Криви-то мне, порти края бороды. А ты каждый день как раз и портишь. Чем она, борода моя, не трогай? Чем она хуже твоей? Так душа спокойная. Это Бог мне дал такую бороду. У нас никто этого не делает, который верующий. Умирать будешь, что ты скажешь Богу? Бог меня сотворил. Бог до одной волосинки. Бог дал мне. Вы не можете сделать, говорит, волос черным или белым. В его власти это было. Да. Любить надо Бога. За патриарха молиться, за епископов молиться, за священника. И обвинять себя. Вот тогда дело пойдет. И им старайся помочь, где они не так. Скажи им. А вот я так вот думаю, вот как вот человек один общался с патриархом, говорит, от него такая энергия хорошая идет прямо вот. Я говорю, ну конечно, за него сколько тысяч православных молятся, вот в атмосферу молитву выпускают. Ну, чтобы у него хорошо все было там. Конечно, он будет с такой энергетикой положительной. Это ты насчитался. Энергетика положительная. Этих слов нет. Просто расположение он вызвал, приятный голос, надушился там разными ароматами. И он может себе это позволить. Просто вот сколько церквей у нас в области вообще даже вот по всей России. И каждый день за него вот кто-то молится же. Несколько десятков тысяч даже человек. И он и молится. Если сам еще ничего не делаешь, не поможет. Ян Глатон говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты себе не поможешь. Да. Другие спасались. За них никто не... Ни один человек не молился. А только против молились. Они спаслись. Житя святых говорит об этом. Ну да. Ну а вы как думаете, куда меня сейчас понесет? Куда? На покаяние сходить. На исповедь. И держись в церкви. И пропускай богослужения. Найди там бабушек. Кто там есть. Ну знай нуждающихся. Помогай им. Ты не хочешь давать священнику? А в церкви торговля идет. И не давай. А найди нуждающихся. Многодетные какие-то. Десятину ты должен отдать. Она не твоя. Она Богу принадлежит. Вы меня обкрадываете Богу. Он не сказал. Вы жадные. Десять. Что тебе стоит сотендесятку отдать? Бог не говорит. Он говорит. Прямо говорит. Вы обкрадываете меня. Это моя десятина. Меня обкрадываете. Как меня, Господь. Это мое. Нет. Это мое, Бог говорит. Я тебе приложил. Я дал землю, воздух. Все. Дал желание. Руки, ноги. Ты заработал. Моя десятина. Богу сто процентов принадлежит заработанного. А он только десятину. Чтобы нас научить быть добрыми. А я его не знаю. Я даже не прикасаюсь к святому. Это я все знаю. Я имею ввиду. Они даже. У нас Елена Вайс была такая пророчица. Вот. Они даже. Это какая пророчица? Что ты называешь ее пророчицу? У нее видения были на самом деле. Адвентиста седьмого дня. Пусть у Ямы Миллер пришла. Да. Ну. Вот. Они даже ее труды сейчас вот переписали под себя. Да нам зачем туда лезть это? Ее камнем играли там. Это в лоб камнем ей залепили. И откровения открылись. Как ванга. Ее поднял вихрь. Опустила слепла. Да какой дух то там? Она увидела мужа какого-то. Она не знает даже. Зачем тебе нужны эти еретики? Это адвентисты седьмого дня. Они душу не признают. Нет души. Ада нету. Вместо воскресенья субботу празднуют. Даже вот эти три пункта возьми и ты увидишь, они еретики. Они Святую Троицу не признают. Безобразничают. Да они люди хорошие. Работают на работе хорошо. Это свидетели Юговы хорошие. В аду хороших очень много. Потому что вне церкви нет спасения. Ты будешь не там, где Сергий Радонежский был. Потому что они были в церкви православной. Ты не там будешь, где Василий, Великий Григорий, Богослов, Иоанн, Златовус, Игнатий, Брещенинов. Ты будешь в другом месте, потому что ты отошел от них. Они находятся в православной церкви. Дальше рукой креститься нельзя. Дальше иконы выбросить от аидолы. На этом-то не остановишься. А если ты уже со всеми отношениями испортил. С православными там совсем. Я же с ними спорил сколько раз. Спорить не надо. Спорит тот, кто ничего не знает. А который знает, истину не обещает. Я им про свое. Про субботу. То, что они елки ставят у храмов. Меня сейчас даже в городе ни в один храм не впустят. Потому что они меня знают. Не знаю. Я знаю обстановку, которую Господь допускает. Она для спасения нам. Не пускает. Ну молись на паперте. Зачем тебе заходить, спорить. Сказал один раз, я спорил. У нас тоже есть елки. Закрой глаза в уголок. Встань да и молись. Так что теперь только с вами общаться, если вы скажете. Дополняй колени. Посты соблюдай. И строго-строго держи себя. Объяви пост дня три в рот не бери. И Господь тебе откроет двери рая. Это было в Севдокии так. Она была блудница большая. А Герман за стенкой молился ночью. Она слышала. Она самарянка была. И он о Суде Божьем страшном считал. И она послала служанку. Это узнала, пригласила его. И он ей рассказал. Какая ты? Говорит, я не знаю, что царство Божие. Там ад есть. Я не знаю. И когда она встала, он говорит, молись. Она объявила пост. Там может неделю ни пила, ни ела. И увидела райские обители. Все. И дальше мы знаем святая Евдокия. Все Дуси Евдокии в честь ее названы. Пост и молитвы изгоняй. Тебя сатана плелил просто. Ты поддался. Он сел верхом и руководит тобою. А вы на какие трубы опираетесь? На Библию. Святая Библия. И потом не сектантская, которая там у них переделана. А наша православная по благословению патриарха. И вот она. Какой перевод? Синодальный. 1876 года. Ну там тоже недочеты есть, да? Самый лучший перевод за 2000 лет. В мировой практике. Наилучший. То есть смысл тот же, да? Я тебе говорю. Ни о каком смысле не надо спрашивать. Перевод сделан так, он как оригинал. Смысл? Что ты разделяешь? Правильный перевод, значит, то есть все сохранилось. Четыре духовные академии переводили. Православные. Еще совсем доодурел или что. Ну неужели католические? Ну да. И каждый месяц у синода три присутственных дня, когда собирались они. И один из трех дней посвящался поступающим частям нового перевода. И там переводчики были, которые уже канонизированы. Как Павский, Герасим Петрович. Он так языки знал, что для еврейских школ писал учебники. Воспитатель царских детей. Притабатель духовной академии. Вот Псалтыр читаем. Евангелие от Матфея, это его переводы. Данила, вот сказать, Ахмольстон, Данила Аврамович, еврей, крещеный. Доктор Лепсевского университета. Принял православие. Переводчики каких нет сегодня, как Александр Минь сказал мне. Они им владели, это, знаете, кентавры. Как будто бы это его родной язык. А вот если я вам сейчас прочитаю, как, ну, сейчас у меня текст есть. Вы не подскажете, что за перевод? Не, не откройте где-то. Евангелие открывайте. Я бы услышал. А у меня в электронном виде. Я вот сейчас могу прочитать. Да как, у вас в бумажном варианте и нету? Нет, в бумажном у меня вот такая есть. Вот такая, обычная, есть вот такая. Открой первую страницу, открой. Это не православная. Ну-ка. Ну, внизу еще написано, прочитай. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета в канонические. Все, это писали, перепечатали православную, от православных, еретики. 11 книг выбросили. Тут 66 книг. 66, тебе ничего не говорит? Да это понятно, про книги. А в нашей Библии 77. Я про сам перевод, то, что смысл понимается. Ну, прочитай, открой там. Вот в начале семи последующих дней сотворил Бог небо и землю. Пустынно, необитаема была земля при появлении. Нет, это не синодальный перевод. Это ты где-то подцепил это уже. Это не православное. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля живала безвидно и пуста, и тьма над бездной. Дух Божий носился над водой. Вот как должно быть записано. Это синодальный перевод? Да. А вот не может быть такого, что они добавили своего. Да мне зачем о них говорить? Я говорю православный. До революции издавалось только синодальное. После революции Пимен, Алексей II, Кирилл, только синодальное. Зарубежная церковь, за границей, только синодальное. За это же время, когда издавали Библию, баптисты только синодальное. Адвентисты издавали синодальное. Все. Брюссельское католическое издание православное вот это, только синодальное. Еще ты полез куда-то, а тебе Господь за какие-то злые дела позволил блуждать так. Ты за Библию усыпись, синодальное должно быть. По благословению патриарха изданное. А там этого ничего нету. Это не синодальное издание. Открой Новый Завет. Евангелие там какое-то, открой. Ближе к концу. Сейчас. Ты в бумажный вариант, который был, тот открывает. А зачем в интернете? А какую открыть? Ну, открой какой-то Евангелие, там Луки, Иоанна. Вот Иоанна, допустим. Ну, давай считай. Значит, в начале всего было слово. В начале было слово. Всего нету, это добавка уже. В начале было слово. Слово было у Бога, и слово было Бог. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Вот как должно звучать. Ну-ка дальше считай. Открой Матфея. Матфея, шестую главу, открой. Евангелие от Матфея, шестая глава. В книжном варианте, в книжном. А, в книжном? Конечно, в книжном. У книжного-то у меня синодальный перевод. Ну, где? Покажи, открой. Сейчас. В книжном варианте. В какой стих? Ты что сейчас считал-то? Откуда? Ну, я сейчас электронный, а книжный-то у меня синодальный. Электронный, он тоже православный. Ты где-то натолкнулся на такой перевод-то? Ну, потому что этот перевод настоящий. Я вот изучал, что православные, когда переводили, они добавляли смысл свой. Добавляли. То есть ты встретился со лжецами, слугами дьявола. Они в тебя вложили вот это ядовитое жало. Православные добавляли то, другое. О ком ты говоришь, когда канонизированные? Филарет и Архимандрит Макарий. Канонизированные. За всю мировую историю издания Библии самый наилучший перевод синодальный. Ему равных нету. Каждое слово выверяли они и с арабским, с латинским сверяли переводом, иеронима Стридонского. Они смотрели, как это место переводили святые отцы, когда проповедь говорили. Никто так не переводил. У литерана один лютер переводил. Открой в книжном варианте. Книжный это у меня синодальный, я открою. Все правильно. Синодальный, это перевод синодальный. Надо проверить, синодальный или нет. Ну да. Ну вот допустим, Евангелие от Иоанна. В Открытии Матфея, 6 глава, я же сказал. Матфея, 6 глава. Какой стих? 6 глава, с первого стиха. Смотрите, не творите милостини ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Высчитай дальше. Итак, когда творишь милость Нью, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах. Так, пятую главу открой. Так, пятую главу. Да. Увидев народ, он взошел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. А, ну это заповеди блаженства, 9 заповедей. Считай, ну, считай. И он, отвершив уста свои, учил их, говоря, Блаженно нищие духом обоих есть Царство Небесное. Блаженны плачущие ибо они утешатся. Ну, это синодальный перевод. Все понятно. Это синодальный. А зачем тебе другое-то нужно? Тут нет 11 книг. Это не православное. Потому что смысл меняется. Это не православное издание. Я вам объясню. Смысл меняется. Никита, это не православное издание. В ней 11 книг нет. Но они печатают из синодального издания. 11 книг вырвали, выбросили. У тебя не православное издание Библии. Я знаю, я через синодальный перевод тоже к Богу пришел Я ничего против него-то не имею, этого перевода Но я дальше пошел, как говорится И вот оригинальные переводы начал изучать И там, в общем, меняется смысл Что уже как бы не троица идет, а как бы отец и сын Значит, натолкнулся на свидетелей Иегова То самое отвратительное, что сатана придумал, это вот у них И вас туда занесло за вашу жизнь Господь знает и допустил эту заразу в вас Нет, ну свидетели Иеговых, они Иисуса не признают А здесь наоборот, как бы вот они, ну как преподносят в переводе, что Якобы Дух Святой это и есть Иисус, вот так вот Дух Святой есть Иисус Дух Святой это третье лицо Троица Это свидетели Иегова Ты ничего не понимаешь, глупый совсем И тебя неужели не убедить, потому что это заноза ядовитая у тебя в мозгах Черная заноза Ты пошел к батюшке, посоветовался А ты, ну тебя что-то увидал, не туда деньги, какое-то оружие, ты что плетешь-то? Что ты делаешь с собой? Перестань дурить Иначе я тебя заблокирую и больше никогда не встретимся, чтобы заразу я тебя не распространял Не, ну вы-то прошли лагеря, поэтому я к вам за верусь Зараза, зараза Это сатана исказил Лучше православия ничего нет на земле Все святые отцы здесь Перевод Библии какой Синодальный, 1876 года Ни одной буквы не выбрасли Зато Христос говорит Ни одна черта и исчезнет Небо и земля исчезнут, но ни одна черта не исчезнет Дороже неба и земли А ты так свободно там Зачем тебе руки-то поганять о том, что уводит от Христа Дух Святой Это третье лицо Троица А Христос второе лицо Троица А как же оно происходит на самом деле сейчас? Он, как говорят, я пошлю другого утешителя И вот он приходит, да? Дух Святой Ну а дальше продолжение Сам приду к вам Он придет, сам придет к нам Когда придет время, и он придет Второе пришествие будет на облаках Каким вы видели восходящим, таким придет Таким образом Ну даже я сейчас прочитаю его Ты считай по Библии, а не то, что ты там насобирал мусор Нет, я сейчас вот из синодального перевода Давай синодальный Сейчас Как вот он дальше, продолжение Да Главный перевод Духовные люди переводили Четыре Духовной Академии Я это не принимаю А вот кто-то сказал Даже не знаешь, кто и ты пошел До чего же ты дурной Кто перевод это делал, который ты считал? Кто? Ты даже не знаешь Ну вот, смотрите Я читаю, Игнат Тихонович Давай Я нашел И я умолю Отца И даст вам другого утешителя Это когда Иисус уже уходить собрался Да Да будет с вами вовек Духа истины Да, вот Духа истины Вот он про Духа Святого говорил Да Да Ну вот дальше тогда продолжаем Которого мир не может принять Потому что не видит его И не знает его А вы знаете его Ибо он с вами пребывает И в вас будет Да Не оставлю вас сиротами Приду к вам Приду к вам То есть Иисус говорит про себя Приду к вам То есть он придет Духом Святым Я так понял Да То есть он Дух Святый Я, говорит, и Отец одно Христос пришел А так, говорит, я и Отец одно И Дух Святой это одно Это три лица Это тайна, которую ни один человек понимать не может А в это веровать надо А не так Он сказал, я приду Дух Святой придет В этом означает Христос Приходит через Дух Святой Дух Святой приносит то, что Христу угодно Да Так, оно и есть Там надписи какие-то Ты что-то на колки сделал, что ли? Да это у меня на колки, да А зачем же ты это сделал-то? Писание говорит Не делай надписи на теле своем Библия говорит Игнатий Тихонович, это в честь умерших нельзя Делать В честь умерших нельзя делать А так-то можно в напоминание себе Вот понимаешь Если ты дальше будешь дурить Я тебе говорю, тебя просто Бог отверг Потому что ты такие глупости выкидываешь А вот там мусульмане Зачем они тебе мусульмане-то нужны? Писание говорит Вы храм Божий И ты пришел на храм и начал бы писать Что тебе скажут? Вы храм Божий Куда меня сейчас вот может потянуть? В ад, в ад, преисподнюю Больше никуда тебе места нет Если ты не останешься Вне церкви нет спасения У тебя патейкон уже дома нету А вот какие, смотри Нет, если есть, то и ладно Какие? А то ты где достал? Это я, ну как, попросил, мне сделали Это не в церкви Это не церковное изображение А какая разница? Иконы нет у тебя Ну я вижу, вижу Все понятно Ну ты же сам видишь, что не церковное Я хорошо вижу А где изображение Божьей Матери, апостолов? Вот у меня еще вот такие есть Вот это церковное Да Вот это церковное Вот их и поставь Они мне так стоят А, спрятал куда? А зачем ты их держишь в шкапу-то? Они должны быть видно Называется красный уголок Ты сделай божничку И чтобы у тебя в божничке они стояли Вот так вот, Игнат Тихонович Понесло меня куда-то Туда понесло нехорошо Смотри, Никита Имя твое переводится победитель Победи это искушение Да я вообще не собираюсь так падать Как говорится Ты на этом не остановишься Понимаешь? Ты скользишь по наклонной уже Только Бог может тебя спасти Ты набираешь скорость Падая с горы соответственно Мне Бог все дал Как говорится Я его Я тебя сказал один раз Ты слышал Потом не говоришь Что тебе никто не говорил Обязательно сходи на исповедь Все скажи священнику Обязательно Разрешись от этих грехов Без этих священных рук Священника нет Прощения грехов Златоуст говорит Не заглядывай Как он ведет себя У меня не было никогда такого Чтобы я в церковь Не пошел там Священник не такой Я не такой Мы вот как раз А у меня всегда так вот Мы как раз у одного батюшки Ремонт делали Как бы вот Я у него электрику делал Вот И к нему пришел Как бы Ну в воскресенье И вопрос ему задал А вообще говорю Пророки сейчас Вот в наше время есть Он говорит Нету Не может быть Они все в Ветхом Завете Да как же В Ветхом Завете А Григорий Ефимович Распутин Я и говорю Да То есть Мне попадаются Такие вот Которые даже Ответить не могут Сергей Саровский Что это В Ветхом Завете что ли Так что давайте Я лучше с вами буду Разговаривать А вы со мной Разговаривайте сейчас Ну вот я Подготовлю то Что у меня Как говорится Сомнения И я вам перезвоню Тогда когда вам Удобно будет И мы с вами Не раньше чем Через месяц Не раньше У меня времени Абсолютно нету Как раз я подготовлю Да Я ночью встаю Иногда Минут 21 И все Я часа 3 Только разбираю почту Новые люди приходят Каются Православными делаются А ты православный Тебя говорит Прости господи Нечистая сила Завлекла Почему Потому что Бог знает Твой путь Так просто Бог не оставляет Человека Выкинь все Что у тебя есть Не прикасайся К тому Там где-то В электронной версии Есть Который сделал Тимофей Ха Вот Такой Вот у меня перевод Буква в букву Синодальный Который В интернете Я понял Я тогда Когда Сейчас 16 октября Где-то 16 ноября Зайти Значит Сами Не прикасайся К бороде За это время Если ты будешь Городу подстригать Смотри Я с тобой расстанусь А зачем мне это Нужно Я вижу Что вы беззаконник Ты Запомни одно Православная Церковь Это невеста Христова Она идет от начала Игнатий Богоносец Это то дитё Которого Христос брал На руки Обнимал Это он Будущий епископ Антиохии Он умер На арене Рима Львы его растерзали Шесть посланий его Послания Климента Римского Которому Павел Передает привет Послание Климента 16 глава Вы же ничего не знаете Ерма Пастырь Ерма Павел ему Привет передает И ты этого не знаешь А эти то еретики У них ничего нету Нету Они там своих Бакмейлдеров других И идти за ними Мало ли этих Аглоедов то Сегодня только в Америке 21 тысяча разных сект Которые друг друга Не признают Еретики А я никому Я один Я Христов Это было Я Павлов Я Христов Американец У меня тут приходил Один приехал Он бесноватый Он все время Ги-ги-ги-ги-хохочет Горис Вот вы правильно говорите Это Джастин Волкер этот? Да. Он круто бесноватый, потому что там, где он был, и такой есть здесь. Харизматы называются. Какой душевный. Он разговаривает с Дмитрием Смирновым и ги-ги-ги, ги-ги-ги. Он какой-то душевно-больной какой-то. Бесноватый, не душевно-больной. Бесноватый. Бес пришел в него. Мы идем здесь, у меня во дворе уже стемнялось. Я иду передом, чтобы со двора выйти-то. Он идет за мной, а Володя сзади идет, снимает. И он один идет и идет. Вот, допустим, проходит 15 секунд. Он ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги. Минут 15 пройдет, он опять под раздинец, стоит ги-ги-ги-ги-ги. Никого нет, он не смеется. Демон раздается волосом. Вот что-нибудь рассказывает кому-нибудь потом. Раз-раз потом. И начинает вот это вот у него. Разве человек здоровый? Может это делать? Нет, конечно. Вот тут посмотри, вот патриарх стоял бы. Гы-гы-гы-гы. Его бы сразу в дурдом отправили. Конечно. Это не серьезная всякая. Ну ему так где-то в каких-то приколах, в компании, в бане посидеть, с ним посмеяться. А вот на серьезные вещи с ним не поговорить. Нигде никогда не смейся. Горе смеющимся ныне Христос не говорил про баню. Вообще рот не раздевай. Ян Затаус говорит, раздену рот, смеешься, и не думай, что в тебя сатана заскочит. Иоанн Затаус говорит, горе смеющимся ныне, блаженны плащущие, смех важно обратиться в плач. Это все места, которые Господь предупреждал. Ангел считает слезинки, а не смех. Ну да, ну вы правильно сказали, что сейчас, вот до этого, что один говорит, я Павлов, я там Полосов, да, а я, говорит, Христов. Вот адвентисты тоже, они опираются на труды Елены Вайт, и все, даже Библию не читают. Не надо поминать даже, прошу, не поминай еретиков мне. Не надо, это я все знаю 57 лет. Я это все изучал, с ними встречался, у них выступал, у них проповеди говорил, а ты мне учишь. Как бы своими мозгами не хотят думать, берут вот какого-то человека, и его путями живут. Не надо, я не хочу говорить про них, их нету здесь, что говорить заочные. Я у них, в их собрании проповеди говорил. Они ко мне ходили, там, так называемый пресс-фитер. Им кое-что Бог открыл. У нас тут есть одна душа в нашей общине, она была с адвентистами, и она пришла, приняла крещение, и все. А они вообще никак не полезны для общества? В 1841 году возникновение, еще, в 1800 лет не было церкви на земле. А если она была церковь, так не понимала, как они понимают. А вот эти вот, которые исцеляют, тебе Джошуа не слышали такого? Где-то в Нигерии там построили синагогу всех наций, и вот у них там исцеление происходит там. Ну зачем тебе это нужно? Один орган исцеляется, два заболевают. Сегодня уж тысячу раз доказано это. Кашпировский, Щумак проводили эксперименты, Ванга лечила. Что тебе надо-то? Я просто... Да не, я просто хочу понять. Это понимать не надо. Вот Моисей бросил жезл, и он превратился в змею. И волхвы бросили жезлы, и они превратились в змей. Но Моисеев и змей всех сожрал. Он положил руку за пазуху и вынул. И она прокажённая. Положил, вынул, она здоровая. И они это же сделали. Но когда стал мошку делать, мошкару, они не могли, и всё кончилось. Да я просто хочу понять. Я раньше вот смотрел на эти исцеления, и как бы вера у меня умножалась. То есть я говорю, о, Господь как творит, и вот меня это вдохновляло. Я этим шёл, как говорится. Тоже списывать не могу, мне это помогало. Я больше ещё не хочу говорить на эту тему. Златоуз говорит, я не нуждаюсь в чудесах. Потому что написано, иудеи требуют чудес. А я не иудей. Елены ищут мудрости. А я не ищу мудрости безбожной. А мы, вопреки чудес и мудрости, проповедуем Христа распятого. Первое послание Коринфянам, первая глава. Считай. Первое как? Коринфянам. Так, сейчас. Сейчас, сейчас. Первое послание Коринфянам. Первая глава. Ага, первая глава. А, первая глава. Вот смотри. Десятого стиха. Ага. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Так, вот это перевод. В одних мыслях, а ты другие мысли уже имеешь, уже другой дух в тебе сидит. Ты вот запомни это, чего хочет Павел, дальше. Да, честно говоря, у меня не было таких, как говорится, друзей-то, чтобы одни мысли с ними разделять. Но им даже вот я ходил во все организации, как говорится, и вот такого вот, что вот прям я с ними слился в одних мыслях, вообще не было ни разу. И у меня вот до сих пор с одним человеком только вот, я через которого к Христу пришел, я вот с ним сейчас общаюсь, более-менее так вот мы друг друга понимаем. К адвентистам поехал. 22 стих считай, не надо мне это, 22 стих считай. Сатана тебя таскал по разным помойкам. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрость. Ну кому чудесы нужно? Тебе нужны чудеса. Иудеи требуют чудес. А мы... А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Вот и все. Эллины это язычники, да? Язычники, это греки. А для самих же... Кто Христос? Четвертый стих. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа Божию силу и Божию премудрость. Почему? Потому что... Немудрое Божие, премудрее людей и немощных... Премудрее человеков. Человеков. И немощное Божие сильнее человеков. Так, вот и все. И читай это. Все остальное уничтожь. Сожги и руки вымой. С цветой водой. А не будет ли это внушением просто? Ну, я тебе ответил. Не искушай. Ищи других советников. Давай расстанемся. Ты ничего не слышишь. Зачем мне это знать? Я тебя знать не хочу больше тогда. Я тебе говорю, а ты начинаешь палки в колеса толкать. Я бы с вами не хотел расставаться. Ну, не хочешь, тогда слушайся. Зачем я время трачу на тебя? Я тебя никуда не зову. Доходи в церкви Христовой. У тебя там все написано. Куда ты полез-то еще с твоей громотежкой-то? Я вам помогал позже, вот как уделял вашим детям, которые остались без матери. Я не знаю про это. А знаете, почему я уделял? Ну, я не знаю про это. Если будете помогать, обязательно напишите, когда посылаете. Для дроботов. Потому что это частное. Я пишу всегда, когда отправляю. Я ей пишу. Ну, тут деньги идут на место, куда надо идут. Только обязательно добавку давить для дроботов. Но я им посылаю это из-за вас. Потому что вы... Еще раз говорю. На чай счет поступает, это частное. Частное. Чтоб с ее не путать. Она вчера просила всех. Потому что вы даете наставления. Да. Тут, видите как, деньги в руки не попадают им. Только когда большая нужда что-то купить. Там дом подремонтировать. И то мы советуемся все. Батюшка здесь в курсе. Едут, проверяют. Надо, не надо. Ни один рубль зря никуда не уйдет. Вот мне туда хочется уделять. Потому что видится вот это вот. Какая-то истина там есть. В ваших словах. Да. Не какая-то, а одна истина. Какая-то. Смотри, он снисхождение делает. Вот им нужно было там на кухню комбайн называется. Там плитки все. Мы поехали. Все засняли и все показали. Мне помогли из Испании. Прислали евро. Я их взял на рубли. Все это разменял. И вот дальше, как я едем, получаем. Платим деньги. Мы все засняли и в Испанию отправили. Вот, пожалуйста. Они говорят, не надо. Мы верим. Это не надо. Чтоб сатана не искусил. Я не против. Нигде к нам не пристало. Ничего. Я не против. Но если я не против, но если вот объяснить, почему действительно воскресенье, а не суббота. Вот. И в ряде других вот там вопросов, которые вот меня тревожат. Давайте я подготовлю тогда вот это. Не надо ничего. Тебе сказали, ты достаточно. О субботе. Почему суббота? На нашем ютубе. Специально я тему эту показываю. Потому что суббота, она предвосхищала воскресенье. И предсказывала ее. В субботу покой был. Бог успокоился от дел своих. А Господь говорит, творю все новое. И в преисподней Христос был. А они не признают, что Он сходил туда. Они ад скрыли, чтобы людей туда загнать. Они не верят в вечное мучение. А как произошло на кресте? Иисус же умер в теле, да? Да, умер. Ну. А как Бог вот умереть может? Никак. Бог не умер. Умер человек. Он Бог и человек. Бог не умирает. Бог бесстрастен. Тело его было положено в гробницу Иосифа. А духом он сошел в преисподние. Первое послание Петра. Третья глава, девятнадцатый стих. И проповедал. Четвертая глава, шестой стих об этом говорит. Для того и мертвым было благовествуемо. Что ты не считал? Они эти слова затирают. Первое Петра. Открой. Давай. Первое послание Петра, четвертая глава, шестой стих. Как долго ищешь? Ты не знаешь, где его найти. Ты Библию-то совсем не знаешь. Не, ну я знаю там. Ну знаешь, где священник в одну дорогу посадили. Я ему говорю открыть Коринфян, а он ищет в Ветхом Завете после бытия. Не, я вот знаю. Иисус Христос умер. Вернее, наши грехи. Первое Петра, четвертая глава. Все истина-то я знаю наизусть. Шестой стих. Вот, листает, листает. Видно, что не знаешь. Ладно, не могу я найти. А, вот, нашел. Все, сейчас я по-быстрому. Просто листаю, да. Четвертая глава. Шестой стих. Ибо для того и мертвым было благовестуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу-духам. Ну и что? А теперь открывай третью главу. Третью. С первого стиха, да? Нет, не с первого стиха. Так, читаем. Восемнадцатый стих. Восемнадцатый. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедное. Быв умершлен по плоти, но ожив духом. Умершлен по плоти, не по божеству. Тело было в гробнице, а дух не был. Духом, которым он. Дальше, девятнадцатый стих. Которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Где он проповедовал? Садящимся вниз. Ну, это написано. Они это не признают. Они говорят, сошел на землю. Преисподняя – это земля. Это явно сатанинские мысли. Привести нас к Богу, послал за грехи наши. В темнице проповедовал. Каким? Двадцатый стих. Некогда непокорным, ожидавшему их, Божьему дубу, терпению. Во дни, ноя, во время строительства ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. И вот теперь подобие. Так и нас. Так и нас. Ныне подобное этому образу крещения. Не плотской нечистоты омытия. Но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Который, зайдя на небо. Вошед на небо. Когда вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, власти и силы. А кто такие власти? Власти, мне кажется, Путин вот эти все. Да никак, с большой буквы. Это есть ангелы, архангелы, власти и силы. Это особые силы, мы их не знаем. Серафимы есть. Власти это какие-то жители небесные. Имя их власти. А другие, это не они, уже силы. С большой буквы. Теперь снова считаем, смотрите. Он проповедовал им. Ныне подобность в образу крещения. Не плотской нечистоты омытия на обещание Богу доброй совести спасает. Что спасает? Крещение. Крещение. А сектанты говорят обещание Богу. Так а зачем тогда крещение-то? Крещение, дальше запятая, тут можно в скобки взять, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресение Христа. Крещение спасает. Крещение. Они в это не верят. Мы говорим, в крещении прощаются грехи. Они, что вы, нет. В крещении грехи прощаются. Они еретики. У них мозги совершенно сбекренены. Вот я тебе скажу сейчас. Деяние апостолов. 22.16. Открывай. Так. Деяние сразу после этого ходят. 22.16. 22.16. 22.16. 22.16. 23.16. Итак, что ты медлишь? Да смотри, прошло три дня, и он заботится о нем, что ты медлишь? Ты еще в грехах. Я спрашиваю, Савва покаялся, упал. Все говорят, он прощенный. Я говорю, прощенный, грехов нет? Нет, нет. Я говорю, считайте дальше. Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Да грехи на нем были? Да. Да, и где они прощались? Призвав имя Господа Иисуса. Да не призвав. Крестившись. И омой грехи, и омой вода. Крещение прощает. Не веришь в это? Считай 2 глава, 38 стих. Вот. А это, а мы как? Дальше. 2.38, считай. 2 глава, да? 38 стих. Сейчас. С 37-го начни. 37-го. Услышав это, они умилилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мы уже братья. Петр же сказал им. 2.38, сказал им. Что? Покайтесь. Покайтесь. Все. А сахитанты говорят, для прощения грехов каемся. Здесь наоборот. Покайся. Первый этап. Дальше. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Остановись. Для чего креститься? Во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Да где грехи-то? В покаянии или в крещении? Прощаются. Это уже потом. Я спрашиваю, где? Вот здесь, из этого стиха. Не написано, покайтесь для прощения грехов. А написано, креститесь для прощения грехов. Это уже второй этап. Да. И дальше? И получите дар Святого Духа. Все. Вот так. Они не верят. Почему? Потому что они еретики. У них крещения нет. Осквернение идет. Они освобождение от грехов. Они не священники. Они лжецы. Самозванцы. Не, ну, подожди. Вот я уже... Вот я покаялся, да? Уже. Перед Господом, да? Да. И какое крещение-то я должен принять? Я никак не пойму. Полное погружение руками священника. Они как в церкви за деньги, да, машут рукавами там. В церкви абсолютно неправильно крестят. То есть и тогда я получу дар Святого Духа? Не знаю. Но только как крестить, тут четко сказано. Крещение означает погружение. Тауфен. Да. Ну вот так. Если ты в это веришь, значит, ты будешь знать как. Да, конечно. Слава Богу, что вы есть, так вот, зайти к вам. Да ну, что-то здесь. Я же ничего не придумаю, Никита. Ну так написано. Написано, и мы должны это выполнять. Как по-другому-то? Ты меня видишь, нет? Да я вас вижу, просто у меня сейчас в мозгу про эту субботу, как бы, вот, я соблюдаю ее до сих пор. Но в этом же нет. Соблюдаю. А? У меня ролики есть, я показываю, что такое суббота. Суббота – это отдых. Шаббат. Шаббат. Так. А Господь говорит, творю все новое. Но все новое. Все заповеди, все новое. Почему? Они те же заповеди, только возвышенные. Суббота образно указывала на воскресенье. Иисус сошел в преисподнюю, он трудится. А когда он отдыхал? Когда воскрес, труд закончился. В субботу он был преисподней. Он проповедовал, а проповедь – это такой труд. А в воскресенье он уже воскрес. Вот покой наступил в воскресенье. И дальше написано такое. Когда женщина рождает, терпит скорбь. А когда родит, не помнит себя от радости, ибо родился человек. Когда родился? Когда Христос воскрес. И радость какая? Та радость, что вселенная теперь входит в эпоху любви. И тут об этом как раз и говорится. Господь говорит, они возрадуются, а вы восплачете. Но я воскресну, и тогда вы возрадуетесь, а они восплачутся. Когда он воскрес? В воскресенье. Когда радость пришла? В воскресенье. Когда они собирали деньги отдавать? В первый день недели. В седьмой день суббота. А первый день недели воскресенье. Зачем он писал это послание к коринфянам-то? В первый день недели. В первый день недели собирались, молились. В первый день недели-то. Не в субботу. Иудеи в субботу. Мусульмане в пятницу. А христиане продвинуты на воскресенье. Не пройдёмся по этому пути. Да. Игнать Тихонович. Я вам могу скинуть только ролик, где всё это объяснено о субботе. Я всё это вам могу скинуть. Зачем я буду сидеть, время тратить. Меня и так упрекают. Вы в роликах повторяете одно и то же. Я говорю, разные люди. Поэтому покажите им, где есть-то. Я не считаю, что я говорю, может быть, сто первый раз. А для меня это как новое. Я радуюсь, говоря это. А другой он опять пришёл. Я вам буду благодарен. Да. Вам господь открывает. Не, я вам буду благодарен не на словах тогда. Если вот вы меня проведёте, чтобы я понял. Я не буду вас водить. Пусть Дух Святой ведёт тебя. И кто я такой? Я сказал, вот написано. Суббота. Я вас считаю... Суббота Ветхого Заветня. Написано, весь закон это тень будущих благ. Тень. Не надо за тенью гоняться. Суббота это тень. А истина во Христе, воскресенье. Он воскрес, воскресный день. Вяжите в тельца, говорит. И возрадуйтесь, возвеселитесь в тот день. Открывай 117-й Псалом. Так. 117-й. Славься Господа, да? Да. А теперь смотри как. Дальше будем. Ибо он благ, ибо вовек милость сего. А вот смотрите. 22-го стиха. Камень, который отвергли строители, садялся главой в угла. А кто? Ну, это понятно, что Иисус. Понятно. Дальше. Это от Господа. И дивно в очах наших. И дальше. Этот день сотворил Господь. Возрадуемся и воселимся. Вон и. В какой? Когда придет он. Ну, в какой день возрадуемся? В день суда. Да в суда там трепетать все будет. В воскресенье. Воскресный день. Он воскрес. И ученики радовались. Он воскрес. Поздравляли друг друга. Вон и. И дальше считают по порядку. О Господи, спаси же. О Господи, поспешествуй же. Благословен грядущий во имя Господне. Благословляем вас из дома Господнего. Бог Господь. И осеял нас. Вяжите веревками жертву. Ведите крогам жертвенника. Ну, а о ком говорится? В какой день? Непонятно вообще. Ну, что непонятно-то? Связали руки Христу и повели на казнь. А, то есть это об этом говорится? Конечно, это пророчество. Вяжите веревки. Ну, я понял. Веревками жертву, то есть Христа. Да, да. Крогам жертвенника на крест Христов. Там был у евреев жертвенник. И всякий, кто прикоснется к жертвеннику, осветится. А кровь и агнцев, она отстекла по нему. А здесь кровь Христа на кресте. Как он может быть не святым? Надо быть совершенно никаким, чтобы не понимать этого. Кровью Христа пропитанный крест. И мы к нему обращаемся. В животворящий крест. Ну, неужели они такие дураки? Давай, на этом расстаемся. Хорошо. Я внизу вам скину материал сейчас сразу. Угу. Так, знаешь, не дури. Если ты ничего не изменишь, мы расстанемся. Мне зачем время тратить на тебя? Хорошо. У тебя сколько образования классов? У меня техникум. Девять классов техникум. Еще плюс. Какой техникум? Дополнительный. Текстильный. Ну вот, у меня строительный. Мы очень похожи друг на друга. Я после десяти классов строительный техникум закончил. Потом прорабом работал в органах МВД. Ну, все тогда. Давай, отключайся. С Богом. И никуда не ходи, иди к священнику на исповедь. Субтитры сделал DimaTorzok